Здравствуйте, юные программисты игр! Проанализировав запросы в сети интернет, я решила записать небольшой урок, посвященный сохранению анимации Scratch в видеофайл. Это можно сделать двумя способами. Первый способ. Мы можем сохранить анимацию в видеофайл на самом сайте Scratch. Но при этом нам необходимо иметь свой аккаунт на сайте и обязательно войти в этот аккаунт, то есть ввести логин и пароль. Иначе ничего не получится, и сейчас я покажу, как все будет выглядеть. Вот я на сайте Scratch. Уже открыла один из проектов, который мы реализовывали. Танцевальная вечеринка-ремикс. Это было в наших первых уроках, когда мы учились делать анимацию. Ну и будем записывать анимацию, потому что игру записать в видеофайл не совсем просто, хотя, возможно, на выходе у нас получится видеофайл. Но об этом немного позже. Для того, чтобы получить видеофайл, нажимаем на кнопку «Посмотреть код». И еще раз обращаю внимание, я работаю в своем аккаунте. И тогда у меня открывается полностью все меню «Файл». И один из пунктов здесь так и называется «Record and Export Video». Это означает по-русски «Записать и экспортировать или сохранить видео». Мы должны нажать на эту кнопку. И здесь у нас открывается панель с опциями. Мы пока не будем на нее обращать внимание. Пока оставим все как есть. Нажмем кнопку «Старт». И теперь вот у нас подсказка, чтобы остановить запись, нам нужно будет нажать на вот этот квадратик. Запись уже пошла, но чтобы получилось видео, нам необходимо его запустить. Тогда оно запишется. Сейчас я его запущу, и мы подождем, пока запишется видео. Вот я остановила сначала анимацию, а потом остановила видеозапись. И теперь, как ты видишь, происходит запись, видео, файл. По-английски «Writing Video to File». Сейчас мы дождемся записи видео в файл. Надеюсь, ты помнишь, что такое файл. Если нет, смотри первый урок. Там есть специальное одно видео с рассмотрением того, что такое файл. Так, видео записалось. И теперь мы можем нажать на кнопку «Save and Download», что означает по-русски «Сохранить и скачать себе на свой компьютер». Нажимаем. У нас открывается окно, в котором нужно выбрать папку, в которой мы будем сохранять. Точно такое же окно мы смотрели, когда сохраняли файлы Scratch, проектов Scratch. И если здесь выбрана другая папка, необходимо выбрать свою папку. Еще раз повторю, ты можешь это сделать, вернувшись к первому уроку, если не помнишь как. А мы считаем, что ты уже все знаешь. И здесь, если есть необходимость, нам нужно ввести имя файла. Либо можно оставить его прежним, но я напишу, допустим, не хочется так и написать «Dance Party». По-английски это означает «Танцевальная вечеринка». И смотри внимательно, вот здесь вот точка FLV я оставляю, потому что это формат файла Flash Video. Он обязательно нужен, иначе наш плеер, который будет проигрывать видео, не поймет этот формат, и мы не сможем видеофайлом пользоваться. Нажимаем кнопку «Сохранить». Ну и в общем все, файл сохранился. Нажимаем «Back to Scratch» для того, чтобы потом опять начать работать. Ну давай теперь посмотрим, что у нас получилось, какой получился видеофайл. Я его сохранила в папку «Мои мультфильмы на рабочем столе», поэтому именно эту папку мне необходимо открыть. Открываю. Вот она открылась. У меня здесь уже есть несколько записей видео. Ну вот этот «Dance Party», который мы только что записали, вот он FLV. Это, еще раз повторю, специальный формат Flash Video, и он поддерживается некоторыми плеерами. И очень хорошо поддерживается на YouTube. Ты можешь выложить свои видео на YouTube, например, или проигрывать с помощью специального плеера. Потом, когда я еще буду показывать второй способ, я покажу, там указано название плеера, который проигрывает этот формат. Запускаем. И вот наше видео. Я его остановила, чтобы не занимать время. Начало воспроизводиться точно так же, как мы его записали. То есть вначале, пока я готовилась к записи, получилась небольшая пауза, а потом начал проигрывать видео. Но ты сам все это сделаешь, и у тебя все получится. Как я уже сказала, для того, чтобы выполнять запись в видеофайл своей анимации, нам необходимо быть зарегистрированным на сайте Scratch и войти в свой аккаунт. Вот, чтобы ты знал уже разницу, я показываю. Я вошла на сайт Scratch, но не авторизовалась, не ввела логин и пароль. Я открываю пункт «Меню файл», и здесь нет того пункта «Меню», который мы только что рассматривали. Поэтому это запомни, если ты захочешь работать онлайн. Второй способ – это запись видеофайла в несетевом редакторе. Это тот редактор Scratch, который должен быть установлен на компьютер. И если наш мультфильм длинный, то это может оказаться более надежным способом, потому что все-таки, работая онлайн, бывают разные сбои в сети. Может немножко быть загружен сайт сам, и видео может получиться не очень качественным или вообще не сохранится. А будучи оффлайн, в несетевом редакторе, таких сбоев не должно быть. Но давай посмотрим, как это выглядит, и заодно разберемся с различными опциями или настройками записи. Такие же настройки есть и в том случае, если мы будем работать на сайте. Итак, в несетевом редакторе. Когда мы можем работать? Когда у нас файлы сохранены на наш диск, в моей папке «Мои мультфильмы», допустим, есть несколько проектов, очень многие из которых мы уже рассматривали в курсе программирования игр. И я открою проект «Открытка». Он откроется у меня в оффлайн или несетевом редакторе. И здесь мы можем его запустить. Если помнишь, мы делали открывание открытки в одном из уроков. Вот так наша открытка работает. Чем отличается этот проект от того проекта, который мы только что рассмотрели, «Танцевальная вечеринка»? Он предполагает то, что мы должны нажимать на кнопки. Фактически это интерактивная анимация. И если мы не будем этого делать, то у нас ничего не сохранится. То есть анимации не будет. Но когда мы получим видеофайл, то уже нажимать на кнопки не надо будет. То есть можно будет только посмотреть, как это происходит. Но давай так и сделаем. Итак, мы уже знаем, нам необходимо выбрать пункт меню «Файл». И здесь выбрать «Записать видео проекта». Вот в оффлайн редакторе написано по-русски, в онлайн было у нас по-английски. Но пункт меню один и тот же, просто там не перевели на русский язык, а здесь перевод есть. То есть выбираем «Записать видео проекта». И давай здесь выберем еще несколько опций настроек. Давай сделаем так, чтобы у нас был показан указатель мыши. «Show mouse pointer» означает «Показать указатель мыши». То есть на видео его будет видно. Посмотрим, как это выглядит. И еще выберем опцию «Include sound from microphone». То есть мы включим звук с микрофона. И когда я нажму «Старт», то весь звук с микрофона, вот то, что я буду говорить, будет тоже записан. То есть можно это использовать для того, чтобы еще что-то сказать. Например, там «Поздравляю тебя», «Давай откроем открытку» и прочее. Ну, давай попробуем так и сделать. Нажали «Старт». У нас начинается запись. Нажимаем. Открыть открытку. Я не буду долго записывать. Остановлю. Здесь то же самое. Нам нужно сохранить и скачать видео. Та же самая кнопка, хотя на самом деле видеофайл сохранился у нас где-то в оперативной памяти. И тот же самый, то же самое окно, просто внешний вид у него у меня по-другому отсортированы файлы. И мы можем здесь выбрать, например, написать имя файла, открытка. Ну, напишем латинкой. Или можно написать по-русски, если ты не будешь никуда выкладывать. Сохранить. Смотри, здесь предупреждение, чтобы проиграть видео, необходимо установить VLC Media Player. Вот он у меня как раз установлен, я его скачала для того, чтобы этот формат видео запускался. Если твой компьютер не запускает такое видео, то нужно просто перейти по этой ссылке и скачать. Если ты сам не умеешь это делать, лучше попроси кого-нибудь из РОС. Ну, давай посмотрим, что у нас записалось. Так, где наше видео? Вот видео, открытка. Ну, попробуем запустить. Нажимается запись. Нажимаем. Открыть открытку. Вот, я нажала на паузу в плеере. Почему? Потому что вот я молчала, но все, что я до этого говорила, микрофон было записано. И, если ты обратил внимание, вот этот черненький курсор, он тоже записался. Все движения курсора записались. Вот сейчас я еще раз немножко раньше начну. Запущу запись. Нажимаем. Открыть открытку. Ну, вот, видел. Закрываем. Что еще я должна была тебе сказать? Давай еще раз выберем записать видео проекта. Я уже несколько раз записывала видео, но когда выбирается опция подключения микрофона, если ты будешь делать это в первый раз, то редактор тебя попросит разрешение. То есть, появится маленькое окошко флэш, где будет сообщение на английском языке, и нужно будет выбрать зелененький флажок, позволяющий получать сообщение от микрофона. Здесь, к сожалению, у меня уже я подтвердила разрешение, и это окно не появляется. Что еще можно сделать, как записать? Есть еще две опции. Одна в переводе означает записать еще и редактор. То есть, все, что полностью вот это окно редактора запишется. Давай это попробуем сделать. Ну, и записывать в максимальном качестве. И в первом, и в втором случае для этих двух опций в скобках сказано, что может работать медленно. То есть, не так быстро все будет записываться. Ну, с большим качеством ты поэкспериментируешь самостоятельно. А вот как будет записываться с использованием редактора, сейчас мы посмотрим. Ну, и, наверное, не буду записывать звук. Посмотрим, как получится без звука. Эту же открытку запишем. И я вот думаю, чтобы такого делать в редакторе, наверное, сделаю показать указатель мыши. На ходу соображу. Итак, нажимаем старт. У нас пошла запись. Я нажму на воспроизведение открытки. И, допустим, вот я хочу поработать с этим кодом. К примеру, я добавлю еще какой-нибудь эффект, чтобы менялся. Ну, например, яркость. Вот у меня сразу произошли изменения. Я поработала с редактором. И сейчас мы остановим запись видео и посмотрим, что получилось в результате. Записывается видео в файл. Уже медленнее. Нас предупредили, что будет медленнее записываться, потому что больше записалось. Вот эти все действия, которые я выполняла, записались. Ну, и сохраняем. Я напишу открытка 2. Сохранить. Можно окошко просто закрыть. Перехожу в папку. Вот моя вторая открытка. Запускаю. И что мы видим? Ну, звук я не записывала, поэтому звука нет. Но все полностью окно редактора мы видим. Мы видим движение мышкой. И видим, что я делала с кодом. Что это нам дает? Это дает то, что ты, в принципе, можешь свои проекты вот так вот записывать. И показывать, как ты такие проекты делаешь. То есть делать свои видеоуроки. Если ты подключишь микрофон, то ты можешь записать видеоурок по созданию каких-то проектов в Scratch свой собственный. Это очень здорово, мне кажется. И ты можешь чуть ли не открывать свой канал с видеоуроками, почти как у меня. Или ты можешь записывать видео по прохождению каких-то игр. Тоже, когда отображается курсор, записывается звук. Твои комментарии с микрофона тоже такая область деятельности существует. Я желаю тебе успехов и классных проектов!